здравствуйте это проект простая экономика меня зовут ольга голодова сегодня поговорим о самых бедных странах мира по данным организации объединенных наций около 3 миллиардов людей то есть почти половина населения земли живут меньше чем на 2 доллара в день и около 1 миллиарда могут себе позволить потратить за день всего один доллар существует несколько критериев для определения бедности страны в рамках оон для таких стран используется название наименее развитые страны получение этого статуса дает некоторые привилегии государством предоставляется техническая и финансовая помощь на льготных условиях и доступ на рынке чтобы попасть перечень отсталых стран ввп на одного человека должен составлять 750 долларов то есть проще говоря в год государства должно производить товаров и услуг на одного человека на сумму не более 750 долларов помимо ввп учитывается такие показатели как питание здоровье образование грамотность населения это индекс качества жизни также специалисты считают и слабость экономики нестабильность экспорта и сельского хозяйства наличие обрабатывающей промышленности стихийные бедствия если уйти в историю то в 1971 году в список наименее развитых стран входило 24 государства на сегодняшний день количество бедных стран превысило 50 ну вот казалось бы что мешает жителям этих государств улучшить свои жизненные условия в большинстве случаев причиной неблагополучия являются гражданские и внешние войны климатические условия коррупция внешние долги низкий уровень медицины и образования самые бедные страны мира остро нуждаются в помощи чтобы жить хотя бы чуточку лучше и так разные международные организации по-разному оценивают уровень бедности в стране мы берем за основу показатели оон по ее данным самой бедной страной в мире является центральная африканская республика это государство расположена в африке оно занимает лидирующее положение по числу заблевших спидом и имеет мизерный показатель ввп на душу населения 542 доллара то есть в год власть заботится о каждом жителе всего на пол тысячи долларов вот такие растраты при этом у страны есть огромный потенциал тут множество природных ресурсов залежи алмазов золото нефти а также есть лесные ресурсы бюджет цар пополняется за счет экспорта древесины алмазов сельскохозяйственной продукции но этого не хватает и государство живет за счет внешней помощи и благотворительных организаций в этой стране большое количество людей голодает только 48 процентов населения закончили школу более 6 процентов заражены вич на втором месте бурунди здесь ввп на 100 долларов выше чем в цар составляет 642 доллара главная причина нищеты постоянные войны это небольшое государство расположена в восточной африке половину территории используют для земледелия треть для скотоводства вывозят на экспорт кофе и чай основная часть населения вовлечена в сельское хозяйство промышленность развита очень слабо более половины жителей бурунди живут в нищете дети страдают дефицитом массы тела из-за нехватки медикаментов и медперсонала периодически происходят вспышки холеры и менингита поэтому летальный исход это частое явление в стране всего один университет более половины населения неграмотны чуть лучше живут в демократической республике конго здесь ввп составляет 648 долларов от голода тут страдает почти 70 процентов населения конго пожалуй одно из немногих оставшихся мест на земле где существуют племена каннибалов поедание людей один из способов выживания в стране в государстве проживает 71 миллион человек а более 4 процентов заражены вич на четвертом месте либерия ввп составляет 703 доллара две гражданских войны которые длились около десяти лет унесли сотни тысяч жизней и практически разрушили экономику страны по статистике около 90 процентов жителей либерии живет на 1 доллар и 3 цента в день на пятой ступени эритрея с показателем ввп 707 долларов потом зимбабве 788 долларов на седьмом месте республика нигер с ввп 829 долларов потом республика малави 879 долларов на девятом месте мадагаскар 970 долларов на 10 ступеньки тагалеская республика с ввп в одну тысячу восемьдесят четыре доллара что касается украины то мы тоже есть в этом списке бедных эксперты исследовательской компании кредит свис в прошлом году включили нашу страну в список самых бедных государств мира показатель богатства населения в размере 1 1437 долларов на одного человека оценили как понижающийся таким образом украина вошла в группу стран с уровнем благосостояния населения ниже 5000 долларов будем надеяться что украинские специалисты уже работают над улучшением экономических показателей нашей страны это была простая экономика меня зовут ольга голодова до новых встреч а